На средства, поступившие от транспортного налога, в том числе, ремонтируются сейчас и республиканские дороги. Где-то капитально, с расширением полотна, а где-то выборочно, по мере необходимости. И, к сожалению, практика показывает, что ямочный ремонт является самым распространенным, а его результат самым недолговечным. С начала весны в Чувашии залатали почти 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Тем временем, автолюбители продолжают выкладывать в интернет фотографии дорог, которые явно требуют ремонта. Вот, к примеру, что осталось от дороги Аллатырь-Киряй-Бреси. На сегодняшний день производится работа по выполнению ямочного ремонта. И после 9 мая будут выполняться ремонтные работы по среднему ремонту. И мы ожидаем до 10 июня эти работы на протяжении 10 километров будут закончены. На капитальный ремонт этой дороги, по словам Валерия Трохова, денег пока нет. Финансовая составляющая и делает ямочный ремонт самым популярным. На сегодняшний день автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения в республике ремонтируют методом пневмонабрызга, струйно-инъекционным распылением. Если ямочный ремонт производить горячим асфальтобетоном, то нужна бригада в составе 5 человек, дорожных рабочих, каток, должен быть задействован автомобиль, КАМАЗ, который подвозит асфальтобетонную смесь. В данном случае используется только один агрегат. При помощи такого струйного распыления можно залатать ямы глубиной до 5 сантиметров. Если яма больше, то понадобится щебень. Со смену данная машина может отремонтировать порядка 100 квадратных метров дорожного полотна. Производительность зависит от погоды. Заделывать ямы таким способом можно лишь в теплую сухую погоду. На всех дорогах есть эти участки. То есть по привязкам как бы не скажу. То есть это бессмысленно сейчас говорить, ввиду того, что сейчас просто-напросто дорога, вернее земполотно только-только начинает оттаивать. И вполне возможно появятся еще дополнительные объемы работ, в том числе по устранению ямочности, придется их выполнять. Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика.